всех приветствую на своем канале сегодня хочу сделать расклад сегодня я уже пишу второй расклад поэтому у меня видите в таком одеяние просто было хорошо настроение я думаю записать сразу несколько раскладов который называется все ваши тату я так понимаю что не всем этот расклад будет интересен но все же мне захотелось его сделать во-первых потому что меня попросили уже неоднократно просили я все откладывала потому что мне казалось что все-таки не столько много людей кому нравится татуировки вот я никогда не забуду один комментарий которая получила касательно своих собственных татуировок мне очень приятно и сразу видно что человек не не принимает их но окей у каждого свое право а самовыражаться работать мы будем я приготовила значит три колоды небо земля монолиза которую я использую и уже неоднократно говорила как оракульную и вторую приведение почему-то мне показалось что касательно таро приведений здесь энергетика все равно немножко такое знаете ностальгия в этой колоде может быть потому что все-таки приведение это про какое-то прошлое и выбрала я ее по причине чего сейчас объясню где наверно сделал небольшое вступление дело в том что я не знаю как у вас да какая история ваших татуировок но история моих татуировок заключается в том что когда мне казалось что я их выбираю осознанно это мои идеи мои мысли в какой-то момент мне просто показали о том что те места в которых я набиваю эту суть которой я набиваю на имеет прямое отношение с моими прошлыми воплощениями есть прямая вот прям связь поэтому колода таро приведений она почему-то мне кажется что подсветит нам какую-то связь с прошлыми воплощениями если она есть вот три позиции 1 2 3 голубенький красненький и зелененький отвечал уже неоднократно пока вы выбираете скажу что отвечала уже неоднократно по поводу того как я выбираю татуировки они все у меня смысловые новые мои я так понимаю что это расклад для от татуировках и вы их принимать будете спокойно те кто подписан меня в инстаграме знаете о моих новых приобретениях это кадуцей с огромным таким философским смыслом кто проходит у меня курс жизни древо жизни курс древо жизни знает что что означает кадуцей и символика здесь не знаю насколько вам видно будет наверное нет тоже достаточно такой символичный смысл раскрывать его не буду но скажу что я посмотрела конечно же на таро связь татуировок и не то чтобы моего будущего какой смысл да что они принесут моей жизни скажу что кадуцей это достаточно мистический образ на него сразу выпала и луна и дьявол и еще один а и по-моему верховная жрица прям вот такой вот мистический мистический знак вот а вот это вот как раз ки напрямую с тем смыслом который я в него вкладывала да это вот прям говорит о женственности и вот прям очень интересный момент и привнесет осталось только посмотреть и ожидать вот как раз ки нечто такое то что я попробовала на себе сегодня я хочу вам предложить и мы посмотрим что означает до вашей татуировки посмотрим вопросы какие силы пропускаете через них это тоже важно там светлые темные не знаю какие помогают в чем они вам будут помогать либо помогаю в чем они будут вам препятствовать либо препятствует что дают забирают и какой от них вред либо польза то есть любую метку которые мы ставим на себе она не просто несет смысловую нагрузку она еще как-то влияет на нас потому что это наше физическое тело мы его отмечаем тоже точно также на тонких телах эта метка есть она тоже проявляется и она также влияет на нас ну вот посмотрим давайте значит мы отодвигаем вот эти две начнем наверное с неба и земли позиция номер один голубенькие камешки честно говоря я не знаю как пойдет этот расклад но посмотрим значит что означает вы наверное знаете разные загадайте на разные позиции вот потому что я сразу все не могу сказать потому что один смысл ну по крайней мере исходя из себя я так понимаю один смысл я вкладываю ну например вот в эту татуировку а другой какой-то смысла я например вкладываю в кодуцея хотя он пересекается с древом жизни ну то есть здесь примерно идентичный смысл поэтому все татуировки вместе не надо оставить поэтому вопрос будет звучать не что они означают а что она да что она означает ну какую-то вот одну да что означает ваша татуировка здесь она была создана в момент трансформации есть у меня такая точно я уже сразу знаю есть у меня на ноге такая что означает ваша татуировка она означает момент некой такой трансформации потому что у нас выпадает с одной стороны аркан умеренности с другой стороны аркан смерти аркан смерти у нас говорит о перерождении даже не физическом а именно в нашем сознании это тот момент когда будучи в каком-то таком из экстазе к нам приходит озарение после чего меняется наше сознание но если сделать более приземленные не так духовно что ли а то я могу сказать что ваша татуировка означает некое такое ваше перерождение до связанное с каким-то уходом как вариант либо это путь за то есть она означает некий такой путь это может быть компас мне показывают включилась это хорошо давайте покажите значит у кого-то это может быть компас может быть на руке у кого-то вас знак бесконечности что еще какая-то дорога какой-то вы знаете указатель до символ как вот на что-то он указывает у кого-то может быть как палец на как рука какая-то что-то вот показывает то есть смысл заключается о каком-то этапе вашей жизни то ли вы ее делали на каком-то важном этапе вашей жизни то ли это связано с каким-то этапом когда будет вы от кого-то может быть либо чего-то ушли и к чему-то пришли либо что-то ставили здесь может быть какой-то отца не знаю может быть какое-то имя тоже может быть написано то что было ценно для вас и вы это оставили для того чтобы дальше двигаться по жизни то есть я вам говорю общий смысл а вы уже примеряйте на себя если подходит услышите дальше если нет то другая татуиров потому что их очень много и но однозначно то есть я всех не смогу сказать однозначно здесь вопрос каких-то перемен мне кажется здесь больше он был сделан знаете что-то вашей жизни произошло и вы хотели это запечатлеть чтобы как память какую-то да чтобы помнить чтобы помнить о каких-то переменах либо знаете кто-то очень медленно условно говоря в кавычках себя убивал вот как-то знаете ну убивал я имею ввиду как-то вот ну не уважал себя не любил себя и вот как-то чтобы помнить о том чтобы вот этого больше в жизни не было как-то тоже какой-то знак себе решили за впечатлить что давайте я еще уточню что означает да здесь вот как то знаете вот именно по пятерке педагли как и не любовь к себе да когда во что-то очень многое вкладывались возможно это отношение тоже да как вариант и у вас не любили не ценили его ушли но этого человека вот вы как-то любили да то есть любовь осталась может быть отношений уже нет как-то вот в память какой-то любви либо какой-то кризис прошли в своей жизни и этот кризис он знаете он как-то повлиял на вас да на ваш характер как-то вы изменились благодаря вот этой вот ситуации да это была такая достаточно эмоционально наполненная ситуация там но много слез было переживаний вот после чего до разбитое сердце точная такая женщина для своей татуировка на ноге писать боль какая-то вот уход расставание вот что-то здесь такое когда мы оставляем что-то ценное и идем до что это не обязательно человек какой-то а вы себя какую-то часть свою да знаете когда прощаемся например с детством то чего уже не вернуть вот что-то здесь такое может быть то что вы долгое время может быть как-то откладывали да не делали и но все-таки потом пришлось к это вот вынужденная ситуация что означает хорошо какие силы вы пропускаете через эту татуировку давайте посмотрим тройка мечер опять на повторе смотрите это татуировка если какие силы силы страдания строй силы переживания она вам будет напоминать ну то есть здесь не не позитивные совсем здесь вот какие-то знаете горечь какая-то вот именно прошлого то есть когда вы захотите пострадать помучатся вам достаточно просто посмотреть на эту татуировку то есть вот оттуда проходят такие силы какие еще силы то что вам напоминает о любви вот именно эмоционально наполненные до королева кубков это что связано как-то с вашим прошлом то когда вы зависаете в чем-то до отшельник когда вы знаете закрываетесь энергии я бы сказала такие не то чтобы они какие-то холодные но здесь знаете когда вот вам хочется пострадать по переживать я уже стала задумываться когда вам хочется пострадать по переживать а вот вам достаточно посмотреть на эту одноколку и ну татуировку и вот вот эти вот энергии страдания мучения отшельничество уединения абстрагирование от надежнего мира как-то вот акцент на прошлое вот это вот все вы проводите через эту татуировку признаете вот такая любовь мне показывает как адам и ева да вот что-то такое не адам и ева интересно оговорка по фрейду чистая любовь но как ромео джульетта то есть какой-то вот несостоявшиеся что ли интересная оговорочка такая там-то все хорошо садам и ева здесь да вот мы можем возможно вы как-то вот надеялись на что-то такое вот но это не произошло хорошо в любом случае проводите через нее энергию любви но не в позитивно созидательном ключе а скорее всего в негативном разрушающим в чем она вам помогает о классно смотрите как будто бы вот прям судьбоносная такая метка аркан суда до перерождение в обновлении дав напоминание того что насколько важны корни насколько важно прошлое насколько важно семья в прямом смысле либо насколько вам важно мяч вот как будто бы вот мотивирует что ли на на завершение на перерождение на то что вы дальше двигались вот она вас действительно хоть и боль протягиваю но проносит она как будто вас мотивирует дальше двигаться знаете здесь такое ощущение как будто бы быть ну не быть похожим на других людей да не зависать а делать именно то что вы хотите вот как будто бы ну быть собой что ли не подстраиваться по других людей семерка педакли знаете вот такое ощущение что уходить вовремя делать то что вы хотите ценить себя ставить себя на первое место любить себя и вот вовремя уходить то есть там где вас не хотят как буду бы не надо просить не надо умалять уходите вовремя уходить самостоятельно ставьте точку 1 вот как-то ну то есть не потому что здесь эгоизм а потому что цените себя любите себя вот что то такое и что давайте посмотрим а в чем препятствует она так в быстром развитии да хорошо смотрите здесь это ваш урок да то есть с одной стороны помогает в чем что вы дальше двигались а в другом с другой стороны в чем препятствует как раз и в том что вы не можете быть победителем что вы ощущаете себя жертвой смотрите как пересекается то есть помогает в том что вы ценили себя и любили а препятствует в том что не получается быстрое развитие до каких-то вещей чтобы вы почувствовали себя победителем наоборот где-то ощущаете себя вот какой-то жертвой то есть препятствует в том что вы не можете ощутить себя победителем я бы так сказала интересный вопрос спрашиваю почему выпадает десятка педаклей аркан мира потому что вот вот препятствует как раз таки в том скорее всего будет препятствовать либо вообще препятствует тогда когда вы не чувствуете свою ценность вот это татуировка она как будто бы вам помогает четко понимает ценность себя кто вы есть целостность себя какой-то свой фундамент не ходить по кругу выходить из сценария тогда когда уже но все завершено не тащить это прошлое за собой здесь вот такое ощущение что она помогает вам становление вашей личности как-то вот напоминает о чем-то таком важном что вы двигались двигались а еще вот здесь вот победитель выходит до шестерка жезлов и аркан повешенного знаете вот как будто бы мирный воин то есть победитель но в то же время по повешенному мирный воин то есть развиваться уже не вы не не воюя с самим собой либо с другими людьми а уже как-то узнаете какая-то вот борьба во имя какого-то духовного роста да когда вы не останавливаетесь когда вы ленитесь когда вы отсекаете вот все свои темные какие-то стороны да либо боюете со своими темными аспектами не с внешним миром а вот то что вам мешает какой-то знаете вот мирный воин духовный духовный какой-то вот урок то есть наоборот убирать эти препятствия ну хорошо идем дальше что они дают вам давайте вот на этой колоде посмотрю что дают но что дает это разрушение разрушение ментальное чего разрушение ваших страхов что вы не боялись понимаете вас как будто бы учат не боятся да не бойся иди у тебя есть силы у тебя есть и возможности ты можешь добиться чего ты хочешь если здесь контексте например отношений потому что мне немножечко фонит и тогда то есть иди к своей семье и иди к целостности ну то есть здесь нужно отсекать вот эти вот всевозможные отношения которые не направлены на уважение и любовь к себе на истинные чувства вот всевозможные игры да где вас унижают оскорбляют вот это должно уйти так что дают туда дают вот это вот разрушение ваших страхов а что забирают да вот смотрите забирают как раз вот то что я говорила да к тайные какие-то отношения но если это не в контексте отношений тогда забирают то что непонятно то что скрыто нам то что не проявлено забирает все по справедливости то есть все что не твое это должно уйти все вот это забирают хорошо если от них от нее вред для вас хорошо здесь просто выпал туз педакли до самого позитивная карта в колоде я вот думаю как бы ее проинтерпретировать если от нее вред ну давайте посмотрим я не думаю нет я не вижу чтобы здесь было что-то негативное мне кажется больше идет позитивные да там следующий вопрос будет в чем польза но мне здесь уже показывает если вред но хотя вред как шанс не двойка кубков на здесь на союз на любовь а все я поняла в чем вред по восьмерке мечей да здесь вот смотрите красиво восьмерка мечей в этой колоде таро привидение где девушка связанная по рукам по ногам и глаза завязаны у нее из крылья да то есть ее свобода она не видит эту свободу то есть насколько она свободна ограничивает сама себя к ку-марик летает да то есть в чем будет вред в том что вы сами себя будете ограничивать возможности создания гармоничных отношений каким образом не знаю можете будете смотреть на эту татуировку и как-то вот это вот напоминание она будет вызывать у вас какой-то горечь сожаления и вы как будто бы вы сами себе закрываете возможность шанс на создание новых отношений вот здесь как-то в этом она может ну то есть как память да вот единственное что но тогда была болезненная вот теперь наверное тоже так а польза какая а польза здесь танцующая смерть идет до десятка кубков здесь десятка кубков очень интересная смерть бежит по полю а за ней привидение танцует да то есть все что должно уйти пускай она уйдет да и здесь как вот переходный этап польза какая что это вот это был просто опыт на причем пятерка кубков подтверждает смотрите попрощаетесь попрощаетесь польза в чем ну то есть ушло ушло ради бог уме оставлять во время все позади знаете вот здесь вот прям говорящий до шестерка педакли когда мужчина держится за этот памятник да и вспоминает любовь прям вот ну то есть не надо держаться за то что уже ушло вот в этом вам помогает то что ну вот опять таки все вторить про одно и то же все что должно уйти пускай она уходит не держите новое всегда придет только вот вашей голове если вы будете держать тем самым вот вы останавливать себя от возможности какие какое-то создание новых каких-то отношений как вариант если это не отношения то о создании каких-то гармоничных взаимоотношений ну вообще с людьми до ограничиваете себя возможности может быть дружбы может быть вот какого-то баланса между тем чтобы брать и отдавать вот такая вот у меня вышла первая позиция но вот я не знаю почему у меня сразу пошла одна из моих и вот конечно я не на себя делаю вот но все равно прямо у меня есть если это то о чем я думаю да а то никто прям вот у меня прям отыгралась я не знаю как у вас вот но окей окей хорошо идем дальше у меня их много поэтому мне есть с чем все это сравнивать хорошо идем ко второй до позиция номер два красная красный камешек такая энергия сейчас знаете как будто бы я в кругу своих единомышленников да и мы с вами разговариваем как будто бы на одном языке и мне сразу такая вот открытость да как-то вот доверие к вам появилась не знаю почему вот ну хорошо а чё что означает ваша татуировка ой но это солнышко да здесь радость здесь какая-то вот победа но то к чему вы шли долгое время а в прямом смысле может быть солнышко нарисовано у вас может быть цветы какие-то нарисованы изображены какая-то улыбка может быть что-то связано с детством с ребенком вот что-то мне солнце идет что-то такое золотое что-то связано золото я не знаю почему вот означает что какое-то вы знаете рождение чего-то нового радость когда вы одержали победу над чем-то на чем-то над дьяволом представляете вот у меня хорошо это дьявол он у меня из позиции в позицию скачет значит какие-то переменные тут уже до двоих до качевал хорошо когда вы держали победу как-то на своей зависимости вот если я не знаю кого то может быть там зависимости алкогольная да а у кого-то может быть конечно это кажется странненьким но у кого-то может быть вот маленький кусочек тортика как-то изображен прямо знаете долька тортика бывает как сладкоежка да вот у кого какая зави привязанность есть вот вы как будто бы одержали победу над ней и изобразили у кого-то может быть книга маленькая но здесь вот маленькие здесь небольшие здесь мне идут маленькие татуировки ну хорошо давайте я только читаю потому что не так интересно что мы так не читала посмотрим что мне здесь покажут какие еще татуировки у нас есть потоки вы так забавно у кого-то воспоминания знаете вот в детстве эти паровозики деревянные были зайка у кого-то может быть зайчик как трусишка до одержала победу над своими страхами вот паровозик что означает я не знаю но вот он такой маленький как будто бы деревянный паровозик изображен все что еще какие еще здесь у кого-то такой большой лотос на спине на наше лотос или да это лотос он прям какой-то вот белый цветок такой знаете открытый кого-то здесь на локтях тоже есть какие-то цветы в общем цветов я вижу очень много у кого-то бабочки либо вот здесь вот бабочки на спине верхней части у кого-то стрекозы но цветные татуировки не не черно-белая бабочка какая-то голубенькая прямо вижу а у кого-то знаете есть и я видел в интернете это знаете как будто бы качели и там ребенок маленький раскачивается и веревочки от этих качель как будто бы то ли птицы несут то ли как вот одуванчик что-то такое ну вот она прям очень-очень маленькая у кого-то есть а у кого-то надписи какие-то я не знаю о чем они ну вот кого-то может быть здесь на ключице хорошо ладно привязанность это с чем ну вот где-то одержали победу над своим каким-то унынием до над какой-то депрессии возможно да у кого-то действительно было либо по поводу не свершившиеся семьи может быть может быть не получили ну вот какого-то наполнение эмоционального что ли вот здесь вот победа над этим была одержана да кто-то пришел вот именно к своему балансу какому-то внутреннему да спокойствие тишине какой-то вот внутренней на какие-то свои темные аспекты может быть поработали с какими-то страхами то чего очень сильно боялись вот с этим как-то одержали победу над своими какими-то страхами а у кого-то я не знаю это у всех или как-то может быть точно здесь я не могу сказать но здесь какие-то вот мистические у кого-то есть наколки вот в прямом смысле одно то есть это имеет отношение как-то к мистике оккультизму а у кого-то знаете из вас здесь мне показываются руны у кого-то руны на на руках написано либо если вы не делаете татуировку потому что здесь идет нанесение рун либо хной либо вот что это такое что черное не могу понять ту ли это нет это не карандаш и не ручка вот ну что-то в таком формате чем-то вы пишете вот руны наносите может быть для ритуала до что-то такое может быть для какого-то дела вот здесь вот прям вот так проходит ну то есть то что можно будет потом стереть вот что-то такое но у руны точно вижу я в них не разбираюсь не могу сказать что за руны ну прям на руны несколько прямо написано хорошо какие силы вы пропускаете через татуировку вы как будто бы шанс какой-то вот возможность знаете как будто бы прорыв какой-то из-за того что какие-то сложности были но здесь у меня ощущение того что а знаете как будто бы канал какой-то узкий а потом вот именно через это место как будто бы входят энергии она вот так вот знаете вот пульсирует она как будто бы прочищает и какие-то возможности у вас появляются то есть энергия на благостную энергию до приносит когда вы находитесь в каком-то ступоре не можете решить вот там как будто бы какие-то шансы через этот момент через эту татуировку приходят я у кого-то это защитная да то есть именно защитная энергия проходит как защита для вас это скорее всего кто руны пишет да мне это кажется либо у кого какие магические татуировки здесь значит защита хорошо я просто немножко зависла мне сразу мысль пошла думаю а то а то или свои татуировки тоже думаю хорошо давайте я еще посмотри какие силы вы пропускаете все я так и поняла до подтверждение на почему сказал мои вот 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 про это вот у меня мысль пошла о себе да что это вот ну к дуце я говорила в самом начале что действительно магическое какие энергии энергии знаете через как будто бы вещание да вот вы вещаете что-то передаете какую-то информацию причем к дуце это напрямую связан да это к дуце жезл гермеса а он как раз таки был транслятором информации вот здесь вот восьмерка жезлов она как раз ки и говорит о о том когда вы передаете какую-то информацию очень важно то есть какие энергии да вы пропускаете вот информационный какой-то поток причем знаете так интересно когда вы что-то вещаете да вы это делаете и делитесь людьми а люди как будто бы знаете как то вот не означает мне типа не очень-то и нужно было да но я так знаете вот одним глазом одним ухом вовлечен в этот процесс здесь такая такой аркан интересно то есть когда вы делитесь до чем-то прям но вы понимаете что этому человеку нужна эта информация а он как будто бы знаете так это невзначай ну хорошо я приму от себя эту информацию до какие энергии энергии правосудия вот я не случайно сказала до защита здесь идет прям вот какая-то борьба до защита классно точно здесь энергии мне нравится хорошо хорошо что в чем они вам в чем она так я не исправила ладно в чем она ну вот это вот татуировка которого задумали она вам помогает это как будто бы знаете здесь тушь кубков помогает в ресурсах да в наполненности вот быть всегда как-то вот любви что ли наполненными энергетические ресурсами вот как будто бы быть сбалансированной до центрированной в себе не раскачивать этот маятник до в разные стороны а вот чтобы он прям вот был в центре в самом быть центрированном на себе помогает в к в концентрации вот здесь как-то по-другому я даже и не скажу фокусировки и концентрации на чем-то одном на чем-то важном в данном случае здесь тупку тушь кубков на своих каких-то ресурсах на наполнение хорошо в чем препятствует так это как-то мешает вам вашем мастерстве 8 пентаклей в каким образом а в том что здесь не нужно торопиться понимаете здесь художник рисует портреты на это надо время да то есть для того чтобы дойти к своему профессионализму нужно какое-то время торопиться не надо то есть портрет рисуется поступательно иначе спешка здесь не во благо да надо каждый день вкладываться и в чем препятствует в замедление да скорее всего профессиональной сфере каким образом да и аркан силы здесь выпал и восьмерка да опять-таки две восьмерки препятствует знаете здесь не в том что это препятствует вам вашей специализации профессии мастерстве а наоборот чтобы вот это вот все развивалось вам не нужно торопиться понимаете здесь нужно искать его как рекомендации идет препятствия будет тогда когда вы не будете работать над собой здесь как будто бы знаете вот на на практика практика и практика да то есть каждый раз когда вы что-то делаете да вы получаете какой-то опыт и это дает вам понимание как вам дальше двигаться то есть здесь препятствия только в том когда вы не дисциплинированы препятствия в том когда вы не поступательны когда вы торопитесь собака ты меня напугала точно столько было сфокусировано потоки то собака заходит так еще одна восьмерка в этот раз восьмерка кубков до когда вы берете только то что вам нужно и не обращать здесь опять таки видите препятствия когда вы отходите от того к чему вы идете когда вы не сфокусированы на достижение чего-то вот здесь вот фокусировка нужно вот то что вам помогает если вы это не делаете да то тогда это будет вот некое такое препятствие три восьмерки восьмерка это у нас сфера охота ход у нас говорит как раз таки о ментальном уровне до направлении концентрации нашего разума на достижение какой-то цели вот именно концентрация фокусировка когда у вас не будет это да вот и когда вы не будете сфокусированы на своем на том чтобы приобрести либо достичь какого-то своего профессионализма когда вы не будете практиковать когда вы не будете идти к своей цели вот тогда это вам будет препятствием интересно каким образом то есть что вы спросите что может сделать это татуировка тройка кубков здесь интересно девушка убегает да вы как будто вы будете убегать что она может делать ну вот вы когда не будете заниматься тем чем нужно на постоянной основе вы как будто вы будете лишать себя каких-то финансовых благ здесь скорее всего вам а здесь по моему татуировка профессиональная какая-то либо духовного развития как-то так связано если в первом варианте были какие-то любовные вопросы то здесь профессиональные хорошо так что дает давайте на этой колоде посмотрю что дает понимание и важность того что нужно отдыхать да вот здесь знаете если мы все-таки говорим в мистическом аспекте то здесь медитации важность медитирования и скорее всего вы информацию будете получать во время медитации да и вот здесь вот девятка жезлов она говорит о том что здесь привидение находится за воротами замка и она она как будто бы знаете находится вот в какой-то тишине да вот в отдельный отдаление от других людей уединение какое-то то есть что она будет давать вам а вот знаете как будто бы напоминание о том что очень важно погружаться в себя да как-то вот побыть в тишине до отдалиться отдохнуть хорошо что еще дает вот отшельник выпадает получение какого-то внутреннего вашего опыта поиска у меня такое ощущение что как будто бы вот эта татуировка кроме защиты она будет вас питать как-то какими-то идеями на которыми она знаете как радар славливает какую-то информацию она будет к вам ее притягивать и вот ваша задача эту информацию обработать в уединении либо в медитации получения какой-то информации либо другими практиками которые направлены на внутреннее восприятие информации но здесь не просто получить информацию здесь еще нужно обработать получить какой-то вот внутренний опыт inside вот по отшельнику мы когда отдаляемся от чего-то за закрываемся в себе и вот здесь вот идет рождение какой-то как зачаток какой-то новой идеи какой-то новые философии да но это происходит тогда когда у нас есть время когда мы можем побыть в тишине вдали от всех и подумай тогда что-то новое вот какие-то идеи будет рождаться я не знаю как вам может татуировки помогать вот здесь вот как-то такие очень интересные моменты хорошо в чем препятствует бы я вопросы так задала интересно либо я вот просто сейчас думаю о том о чем я спрашиваю я я не знаю вы пожалуйста поделитесь так а в чем может быть тот момент когда что-то такое будет происходить вас она будет чесаться как-то активировать я я не знаю а ну да это же все таки еще и на тонких телах может быть да то есть информация может идти из тонких тел я поняла как-то притягивать необходимую информацию потом она только будет заземляться в физическом теле хорошо в чем препятствует четверка жезлов так препятствует в каком-то а в какой-то стабильности так праздники движение дальше шестерка мечей и завершение чего-то тоже давайте я уточню каким образом может препятствовать ну вот например честь празднику вот этому дабы четверки жезлов каким образом неуверенностью то есть не нежеланием делать какой-то выбор да не желание идти в новое до ставить как-то точку здесь тоже нечто такое было уже ранее да когда мы идем в новое то есть препятствует каким-то образом движению в новом хорошо как препятствует препятствует тем что мы не делаем выбор а здесь скорее всего как напоминание да что нужно препятствует двигайся дальше определись сделай выбор то десятка педагли выстраивай свой фундамент на выбирай себя себя как ценность хорошо в чем препятствует здесь не в контексте что это вот напрямую препятствует препятствие будет тогда когда вы этого делать не будете когда будете не уверены когда вы не будете идти дальше вам надо постоянно двигаться правильно потому что когда смотрите когда вы двигаетесь во ваша татуировка дает вот эти вот какие-то инсайты до философские моменты когда вы получаете внутренний личный опыт и вам дальше надо двигаться чтобы с одной стороны передавать эту информацию другим людям а с другой стороны чтобы не зависать самим в прошлом постоянно развиваться потому что в этом новом вы получаете какой-то опять новый опыт и вы его в дальнейшем пересматриваете переосознаете и передаете людям то есть вам надо постоянно двигаться хорошо вот в этом то и есть ваше препятствие так и наверное последний вопрос если вред давайте я на этой колоде посмотрю если вред вред может быть только в том когда очень много думаете когда осторожните эти когда не решаетесь двигаться дальше вред когда вообще не двигаетесь вот в чем вред да то есть иногда вы можете настолько зависнуть в своих медитациях одиночестве вот в этом отшельнике что не идете дальше вот в этом это и польза с одной стороны здесь надо просто вовремя выходить из этого и с другой стороны это и вред хорошо а польза а польза в том что это как будто бы ваша путеводная звезда путеводная звезда именно знаете как будто бы в становлении себя в социуме и это польза в том что это дает какие-то вам надежды надежды на будущее наполнение польза это как будто бы вас это будет наполнять эмоционально и вот это вот вот смотрите кроме того что это какие-то магические на знаете символы вы можете нарисовать это еще и судьбоносная вот это конкретная она не случайно она не случайно то есть она вот как будто бы вот прям вот предназначена была для вас так в чем польза в умение если мы говорим не про вот она знак как знаковая какая-то польза в том что умение завершать оставлять что-то позади и двигаться дальше если вы поняли что я тут сказала я буду вам признательно чтобы мне тоже написали потому что я здесь так глубоко погрузилась в поток своих собственных ощущений восприятия что где-то знаете вот потеряла как-то нить разумности какой то есть так можно сказать хорошо третья позиция что означает здесь ваша татуировка семерка кубков фантазии мечты означает то во что вы верите семерка кубков нам говорит мы верим то во что мы хотим здесь какой то еще даже здесь вопрос выбора встает вот как-то это связано знаете вот как будто бы потенциал какой-то огромной возможность много возможностей не знаешь нет определенности да с чем выбрать что выбрать куда куда двигаться здесь смысл ваших знаете собственных желаний и ну в контексте того что я я знаю как и я умею я могу я знаю я могу да здесь помогу здесь смысл некого такого знаете вот потенциала я могу создавать все что я хочу я просто не могу определить что именно так и говорю сама думаю применять на себе интересно какой здесь мои татуировки речь идет здесь как будто бы вот у вас огромный какой-то потенциал и вы его изобразили хорошо я хочу чтобы не показали покажите мне какие здесь могут быть татуировки что я поняла каком потенциале здесь идет речь а у кого-то какие-то облака здесь нарисованы маленькие облака луна у кого-то а окей все я поняла про это о чём так император какая-то вот ответственность фантазии мечты о любви и выбор связан тоже как-то с эмоциональной кубки 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 точно про эту так какой-то знаете ваш потенциал связанные именно с любовью вот как реализовать его то есть что здесь может быть изображено да здесь могут быть изображены какие-то волны здесь могут быть как у меня кубки здесь может быть полумесяц изображен здесь также может быть лилия роза у кого-то лилия роза солнце почему-то тоже мне идет солнышко что-то такое вот знаете что то что есть такое вот волнообразная кувшины может быть знак зодиака там водолея либо что-то переливается из одного в другое но вот как-то это вот связано с водой любое изображение символическое воды хочется сказать речки но я даже не представляю как эту речку можно будет нарисовать то есть что там может быть нарисована какая-то лодка вот речка лодка на ней ну смысл да как смысл может быть это и фримы в смысле у вас нарисовано а может быть как-то косвенно что здесь еще кого-то здесь нарисовано лона может казаться странным смешным ну как это так женский допустим орган но чисто символично что-то здесь здесь знаете какая-то вот полость изображена да как пещера вот какая-то вот полость что-то такого круглая да то что не может впускать себе что-то как чрево как женские какие-то вот органы я понимаю что это не изображается в татуировках но смысл какие-то вот округлости здесь есть это круглая татуировка что-то здесь такое нежное вот прям знаете девчачья девчачья что это может быть вот как будто бы какие-то вот бантики что ли белое что-то такое белое белое нежное если бы мы говорили о материи я бы сказал какая-то вот какие-то кружева что-то такое прозрачное ну либо вам нравится до кружева может быть нижнее белье есть на почему-то здесь у меня какой-то в такой сексуальный подтекст проходит но красивое кружевное белое белье кого-то пирсинг на пупке не знаю почему мне это показывает хотя речь идет о татуировках я понимаю что я ставлю видимо кому-то здесь вот это вот описание нужно было а у кого-то может быть татуировки краски на животе вот прям не живота может быть на бедре у кого-то тоже поэтому я и говорю вот что-то связанное с женским какой-то вот такая знаете сексуальность именно на бедре сердечки может быть тоже также изображены крылышки но что-то связанное с любовью да какие-то поцелуйчики вот что-то такое хорошо что означает я сказала ваш потенциал в любви до в каком-то вот ресурс любовный какой-то и вообще вообще все что связано с потенциалом да с возможностью то вот какой-то вот источник что ли хорошо какие силы вы пропускаете через силы перемен через эту татуировку силы перемен рациональные какие-то вещи до обдумываете знаете хочется сказать какие-то рациональные вещи скорее всего какие-то обязанности трудности сложности которые у вас есть вы их как будто бы отсекаете через осознание вот здесь вот прям очень много духовности будет вот в этой татуировки какие силы вот какие-то божественные до светлые силы вы пропускаете силы праздника какого-то причем знаете чистоты вот здесь вот это а татуировка она каким-то образом связана с чистотой с традициями вас правильностью с верой и вот она как будто бы все что трудно сложно она она будет отсекать это все труд все что не находится вот все что вне пути вашей целостности самодостаточности да все что вам дается трудно она будет отсекать да вот здесь вот про это как-то прям очень много духовности в этой татуировки в чем она вам помогает в чем она вам помогает так туз в каких-то начинаниях смотрите два туза до потенциал помогает в рождении идей по поводу короля пентаклей знаете чего-то такого стабильного какого-то удовольствия мне хочется сказать помогает вот вам знаете какое-то вот удовольствие земное наслаждение в каком-то интересно кубке кубке земля и солнце помогает как будто бы высвечивать знаете то что не находится то есть аркан солнца здесь не всю даже говорит о том что ну не всегда надо быть на виду да наоборот иногда хочется кому-то побыть в тени и вот она как будто бы вам помогает наоборот выйти на этот свет из темноты как-то вот насладиться до жизнью здесь какое-то вот удовольствие до земное проходит удовольствие хорошо что еще ну вот королева жезлов да видите прям вот огненность страстность солнце становление себя проявление себя именно женских каких-то аспектов то есть не не ярко как мужчина да вот выгорание прям а знаете вот такая вот как лава которая и согревает с одной стороны но и может обжечь когда необходимые двигается на своем пути очень мягко гибко грациозно есть прям как королева жезлов помогает вам становление себя в социуме проявления себя но по-женски понимаете не по-мужски а по-женски в чем препятствует это что такое а это луна здесь так изображена да так и это что это это кто-то а а это рыцарь это ваш препятствует знаете в том что что-то такое вот мутное не проявленное да вот она как будто бы высвечивать будет потому что здесь по жезлов он как раз таки и показывает на то есть невзирая на какую-то неуверенность двигаешься вперед да здесь как будто бы вот и препятствует мутности какой-то до обмана и дьявол ну вот луна и дьявол будет препятствовать каким-то магическим влиянием вот она знаете вот если мы говорим в контексте защиты здесь напрямую мне не говорится об этом но вот именно вот это вот проточность какая-то духовность вот святость что ли она ну как свет какой-то она будет вас защищать от каких-то магических воздействий хочется сказать вот препятствует как-то потому что луна и дьявол ну вот напрямую прямо вот магия каким-то магическим воздействием вашу сторону семерка кубков каким-то иллюзиям будет препятствовать знаете атакам а если мы говорим магическим атакам астрально астрально да на тонком плане астральное тело да вот кто-то если хочет воздействовать эмоционально здесь она как-то от вас защищать будет потому что там свет проходит чистый вот чистота идет искренность какая-то прям прелесть хорошо что дает и что забирает дает от королева мечей идет на повторе знаете дает умение управлять как-то народом вот у как-то вот украшать какие-то негативные аспекты да вот когда кто-то критично к вам относится кто ну как-то вот у меня идет здесь поэтому аркану управления управление людьми как-то вот их успокаивать приводить какие-то доводы логические которые будут успокаивать человека да вот здесь вот десятка жезлов она вот как будто бы человек своей рукой воздействует на каким-то образом на реку до ну чтобы вот как а в моисей открыл море чтобы пройти вот здесь как-то так то есть она будет давать какое-то знаете воздействие на людей скорее всего на сознание людей до помогать вам помогать вам в этом вот дьявол на повторе ну тройки без дьявола не получаются наверное здесь сегодня прям пара дьявола в 2 воздействовать вот смотрите на вас нет а вы сможете воздействовать на сознание людей что даст да каким-то образом хорошо что заберет заберет обнуление обнуление здесь происходит и солнце но какие-то эгоистичные моменты будет забирать да знаете вот желание так вот у меня такое ощущение что здесь вот идет все такое высокодуховное что ли и иногда здесь человек может загордиться каким-то образом и здесь вот это вот будет забирать почему потому что вам много дано здесь вот этот вот потенциал жезловый да то есть это уже про духовность и кубковый это тоже это две противоположные стихии вода и огонь но они первоначинающие да как есть так можно сказать более главные из них потом выходят но это как вот родители до отец и мать из них только выходит потом сын и дочь поэтому здесь вам многое чего дано вас много возможностей и способностей здесь будет забирать как будто бы какой-то вот эгоистичность проявление себя до какие-то вот разочарования кризисные моменты вот бездуховность будет забирать дает духовность но аккуратно здесь с воздействием до на сознание людей будет забирать бездуховность хорошо если не вашей татуировки вред или польза вот вред да и польза польза заключается в том что нужно понимать с кем взаимодействовать не со всеми людьми вам нужно взаимодействовать да и здесь аркан мира как раз таки вот прям завершение польза и говорит о возможностях потенциале о расширении своем сознании если вы будете понимать с кем вам нужно иметь дело почему потому что вот пятерка мечей в этом аркане смотрите женщина такая огненная стоит от нее все мужики бегут вы идете как раз к королеве жезлов да вот здесь вот ну польза не то что от вас бежать будут а то что вы будете вот такая вот яркая вы идете королеве жезлов здесь вот как будто бы к этому ну то есть надо знать с кем общаться как общаться что делать и расширять свое сознание и вот мне хочется сказать вот кто эти люди которые убегают то есть они должны уйти до кощей что вот они вам просто не соответствует здесь какие-то вот бедняки разрушение здесь идет какой-то кому-то руку помощи протягиваете и здесь опять рука помощи пожизлов как будто вы знаете каким-то нуждающимся людям ну то есть вам нужно понимать это действительно нужно людям либо они просто высасывают как вампиры из вас энергию потому что имейте ввиду что вот это вот как будто бы как защита у вас стоит на ваши ресурсы это это польза до пользу вас в чем в расширении сознанием в отсечении тех а ну вот как будто бы вампиров хочется сказать энергетических до польза в том что вы будете победитель вот прям победитель в женском обличии и верховная жрица на победите смотрите не верховная жрица именно верховная жрица до женские энергии мягкие а вред в чем но тут жезлов на повторе болит скорее всего если вы не будете реализовывать как-то свои идеи до будете сомневаться а надо мне не надо вот вред когда вы сомневаетесь так и четверка жезлов не надо сомневаться надо просто понять что у каждого своя роль и вы проигрываете свою да и не надо защищаться здесь семерка жезлов не надо защищаться ну то есть здесь надо договариваться понимаете здесь не надо защищаться от ваших врагов а здесь вам надо говорить потому что у вас есть эти способности смотрите везде идет на воздействие то есть договоренность это тоже умение в коммуникации общаться с людьми до воздействия мягко очень мягко по женски здесь надо помнить да где-то с хитринкой вот как речка вот прям где-то обойти какие-то острые углы да вот очень мягко гибко знаете как эквилибристы да вот гнуться здесь вот четверки жезлов да как акробаты они вот прям гнуться каждый вот в разную сторону для своей какой-то вот цель проигрывания своих каких-то сценариев а так пишет допишет я думаю уже с угодно может времени не хватает и она не пишет так ну на этом все не знаю очень странный получился расклад я жду ваши обратные связи мне прям будет очень интересно узнаете не сколь не насколько это проигрывался ну то есть обычно пишут отозвался там на сто процентов ли еще нет здесь не про это насколько вам понятно была эта информация почему потому что вот но если по первой позиции еще как-то понимала то вот 2 3 вообще я не понимаю о чем это вот ну вот просто как шло в потоке так я и говорила хотя я для себя вот отметила что вот информация ну прям круто да по поводу по их каких-то татуировок так я как-то это зависла потоки хорошо что вашей обратной связи благодарю вас за внимание и на новых раскладов всем пока пока